здравствуйте первым делом считаю необходимым поделиться в общем радостным известием последние минимум месяц число зрителей моего канала которые его смотрят с подпиской увеличилось два раза то есть это действительно радостная для меня и очень приятное известие но опять же достаточно много тех кто смотрит без подписки и опять же повторюсь из вполне себе безопасных стран поэтому но подпишитесь ну сделайте мне приятно я уже как-то говорил как в одном из предыдущих видео что очень хотелось бы к новому году в качестве подарка иметь 500 подписчиков осталось не так много ничем опять же если кого-то это волнует никакими финансовыми преимущественно мне это не грозит это там шейтельман там вот половину там какой там золотой варианты кнопки я в этом не разбираюсь мне до этого точно очень далеко чисто вот с одной стороны что единомышленников все-таки число единомышленников растет и их гораздо больше чем кажется на первый взгляд так что кому не трудно но все равно же смотрите поставьте так сказать нажмите на нужную кнопочку подписаться вам это буквально секунда мне приятно ну а теперь к теме сегодняшнего видео кому-то может показаться даже многим что я как-то гипертрофированно отношусь к фигуре юлии латыниной фигуры не чисто физическом смысле но здесь с одной стороны все не так просто с другой стороны все очень просто давайте попробую объяснить ну что зря сотрясать воздух и как там рассказывать пытаться открыть глаза людям по поводу допустим личности фей ну там и так людям думающим людям так сказать как говорили в годы моей молодости с царем в голове ну и так все понятно и точно так же скажем большинство подавляющее большинство всех этих говорящих голову которых там по миллиону по два по три ну что но что рассказывать про каца ну кац вот как сказал невзоров преподобный кац ну это про него понимаете если человек в таком возрасте на полном серьезе уже достаточно долго утверждает что в российской оппозиции зарубежно есть три так сказать центра сил и центра притяжения это ходорковский с его там организациями каспаров с другими организациями и кац просто кац нет ни организации не каких-то там сторонников ничего но но он центр силы третий кстати говоря где-то недавно попадал еще заявлял что он бы не против был прекрасной так сказать россии будущего расскажу скорее всего он говорил это другими словами он бы был не против побороться на выборах и занят место мэра москвы ну скромный что о нем подробно разговаривать что подробно говорить майк ленаки и его жене да и замучаю сейчас всех перечислять ну потому что там и так всем все ясно с латыниной все гораздо сложнее она знаете если тот же фейгин у него ну что еще из чего состоит его речь а вот этом ну в плане ответов на вопрос а вот это может быть а вот это я вполне допускаю а почему бы и нет и это может случиться и против этого я бы не посчитал это там скажем чем-то невозможным то есть если его даже не очень внимательно так скажем половину внимания слушать то голове вот эти вот может быть не может быть наверно будет и так далее вот и не на и прекрасно построенная речь у нее поскольку она всю жизнь только этим и занималась причем то что самое скажем с одной стороны интересная с другой неприятная она никогда никто никогда ее не заставил отвечать за свои слова то есть сегодня она сказала одно завтра она сказала другое послезавтра третье ей многие из ее последних в смысле последнее время собеседников прямо в глаза говорят ну другими словами но смысл тот юлина ты дура она улыбается и как бы как с гуся вода особенно конечно с учетом того что россия россияне но россия страна с непредсказуемым прошлым а если говорить серьезно то страна скажем живущая прошлым и на этом ну прошлом вот героизм великой отечественной войне кстати тут идет моментально идет подмена понятия не россия победила в великой отечественной войне или во второй мировой там что правильнее не было тогда государства россии собственно говоря в нынешних ее границах россия скажем если там белорусская народная республика вскоре после революции 1917 года там сколько-то месяцев просуществовала украинская независимое государство тоже сколько-то просуществовала то россии в ее нынешних границах ее история должна отсчитываться вот от что там декабря 1991 года то есть до этого российская империя это совсем другая территория совсем другие народы составляющая советский союз тем более ну тем более или в той же степени как российская империя а россия в ее нынешних границах это вот это вот ельцин и путин все другой истории у нее нет и но весь этот нарратив российские мы гордимся прошлым деды воевали можем повторить и так далее и вот на нем латынина очень шикарно эксплуатирует эту тему получается у нее просто здорово но просто несет то на бред причем не то что иногда как когда-то многие любят сейчас цифровать ебельса что типа там 80 процентов правды должно быть там выступление в статьях и 20 максимум 20 процентов уже и тогда это все заходит вот и не на и если есть 20 процентов ну как там к примеру калигула петр первые екатерина вторая естественно эти исторические персонажи существовали в этом нет ни у кого сомнений из и соответственно вот и не на в этом плане не обманывает а все остальное вот буквально минувший понедельник когда у нее был так сказать не по расписанию код доступа она в своем двухчасовом разлагольствование сказала следующее буквально цитирую по памяти что вот в американских университетах там леваки или след за леваками вот у них там тезис что и газа и украина подверглись абсолютно незаслуженной агрессии еще раз и газа и украина подверглись абсолютно незаслуженной агрессии то есть вместе вот эти два события этих песка две стороны новую страну и территорию потому что газа это не государство и очень надеюсь никогда им не станет вместе в одном определении но это нечто если бы она после этого скажем продолжила после цитирования продолжила мысли в том плане что применительно к украине это действительно так применительно газе это с точностью до наоборот блок все нормально но это я продолжил него ты точно так же она там вот в этот минувший понедельник несла околесицу по поводу коллективной ответственно нас одной стороны за империю с другой стороны против коллективной ответственность мол это уже не прямая цитата но по смыслу близко к тому что она говорила то есть практически тоже вот если брать за коллективную ответственность то там немцы до сих пор должны нести как и со свою долю вины и ответственности за вторую мировую войну да и за первую а там еще были те война там турки должны за то что россия проиграла в русско-турецкой войне ну и пошло и пошло и пошло это эти события были давно либо очень давно немцы которые были взрослыми скажем так дееспособными воды второй мировой войны они в общем-то в той или иной степени можно об этом спорить можно с цифрами можно еще чем-то но они свою как говорится не ложку а бочку дегтя они все-таки выхлебы но какое отношение какая доля коллективной вины нынешних жителей германии если допустим у меня вот умерший уже к сожалению восемь лет назад я был друг здесь немец он родился в 1936 году сорок третьем году или в сорок четвертом его отец навсегда остался навеки где-то под нарвы мать во время войны умерла у него он воспитал его воспитывали дедушка и бабушка соответственно его юношество и взросление пришлось на тяжелые тяжелейшие послевоенные годы кругом ну бомбили германию по делом скажем но бомбили же нещадно есть чувствующую или лишь ку скажем так он должен нести ответственность за преступление нацистского режима гитлеровского режима или он тоже пострадавшие во всех смыслах с какой стороны не возьми от этого режима и точно так же с любыми историческими экскурсами испражнениями латынина и будь то китай будь то еще она очень любит там что-нибудь по поводу евреев приплести или израиля это все история те поколения которые были в той или иной войне в тех или иных репрессиях жертвах разрушениях виноваты они давно ушли а по поводу коллективной вины россиян речь идет о сегодня на завтра то есть о том поколении которое живо которое не путин же воюет в украине не путин расстреливает украинских военнопленных то есть это то поколение которое в этом виновата вы меня извините если там на сейчас выбирать вот типа я там тихо сидел но был против у меня извините за прямоту у меня есть знакомые скажем так родственники в россии последнее время никто из них не знаю боится но скажу так не очень хочет со мной общаться может быть из-за этого может быть вообще из-за моей позиции я не знаю но тем не менее что делают вот после делали после объявления мобилизации кто-то вышел на улице на нет побежали все это же латынина вместе с чичваркиным производит аж столько там 400 или 500 тысяч убежавших от мобилизации из россии потом вынуждены были вернуться назад потому что запад их не принял а вот они как бы пополнили больше или меньшей степени российскую армию которая воюет в украине а если бы их здесь оставили так они не пошли в армию до а кто вам сказал или скажет сколько среди них было агентов самых разных спецслужб и просто извините отбитых на всю голову те кто что-то из себя представляет вот в этом смысле посмотрите фильмы новый фильм но достаточно новую юрия дудя техас вот там те которые не смогли жить в этой россии они они там нашли себя а те которые десятки сотни тысяч которые убежали вернулись значит в общем-то хорошим цена в базарный день если бы этот миллион который тогда убежал с россии вышел на улице все вместе вот они стояли очереди на велосипедах ехали на грузинскую границу там казахстан если бы они все сейчас соцсети это все позволяют если бы они все собрались вот этот миллион молодых людей мужчин а еще и с девушками женами сестрами а если бы еще с отцами и матерями если бы не приехали в москву никакая росгвардия никакой спецназ статье бы попрятались как тараканы быстренько бы поснимали себя все форменное обмундирование покидали оружие и по возможности тихонько влились бы в эту миллионную или многомиллионную толпу так нет запад их должен принимать и вот любой ролик латыниной это вот о том смысле любой ролик который и слушать ее людям неподготовленным нельзя потому что она так все это закручивает перекручивать не просто с ног на голову вот как мой предыдущий ролик на эту тему ну жало и сказала что алексеевич вручила премию анны политковской значит палестинским журналисткам хамасовским да алексеевич может в лицо их толком не знает ну попросили ну ладно не буду повторяться так что поэтому я периодически возвращаюсь к личности фигуры юлию латыниной потому что она из всех российских она себя считает естественно антипутинской там и прочее но из всех российских пропагандистов явно ну явно и ладно они явных на самое опасное потому что говорит много долго долго и потом люди выходят в голове уж точно не то что надо то есть ее цель это понятно как можно дольше оставаться так сказать на первых строчках ютюба там и так далее а вот тоже чуть не забыл она как-то рассказывала тоже в этом же вот что было делать когда в крыму украинские власти ввели дело производства на украинском языке в крыму который тогда входил в состав но он собственно ходил он до юрий сейчас входит но он тогда как бы и физически входил состав украины то есть это было государство украина и там ужас с точки зрения юлия латыниной вели дело производства на украинском языке и вот там в крыму который был на 70 или 80 процентов русскоязычным это она конечно извините сбрехал потому что еще и крымские татары есть немного опять же не буду вдаваться и вот этот русскоговорящий житель крыма должен был кого-то находить чтобы ему бумажку перевели на украинский он потом шел в госучреждение и нес эту бумажку на украинском такому же русскоязычному чиновнику вот мне интересно но судя по всем как это выходным данным банковским там месту регистрации youtube канала и и фирм скорее всего она живет в эстонии она в эстонии там тоже немало русскоговорящих и жителей и чиновников и многие эстонцы неплохо говорят на русском она и когда ей нужна какая-то бумажка она зная что она идет к человеку который говорит просто найму бумажку несет или ей на русском языке и все-таки на эстонском и вот таких вот ну я так могу без к очень долго говорить потому что вспоминать ее первые в кавычках вот на все эти темы это просто там их в каждой и передачи а передачи у нее очень длинные как правило особенно если она не с кем-то сама вот сама она уже там а и последние даже если что-то вспомню сами кто слушает сами знаете о чем я говорю последнее что мне как-то так скажем так на периферии резала слух а потом стала резать конкретно она начинает все свои передач ну с традиционного там ставьте лайки но подписывайтесь на нас задавайте нам вопросы не всегда последнее время стало интересно вот спросить бы у нее она нас это на кого на нас это на юлию первую или ну как это вообще понимать ставите здоровы слава украине победа израилю живи беларусь